а теперь давайте подробнее рассмотрим программу которую мы написали в прошлый раз напомню в этой программе мы определяли и выводили на страницу сообщение смогу ли я купить конфеты и печенье если у меня будет определенная сумма давайте начнем с самого верха эта программа сейчас выполняется в браузере хром в нем есть специальный алгоритм который читает мой текстовый файл написанный на джаваскрипте и выполняет ее построчно сверху вниз и так начнем с самого верха первая строчка у меня начинается с двух слэшей эта строка не выполняется браузера а нужна она для того чтобы программисту который будет читать код было понятней что здесь происходит дальше идет команда в которой я создаю переменную и присваиваю ей значение 18 давайте разберем эту строку чуть подробно начинается данная команда с ключевого слова лет ключевые слова помогают интерпретатору алгоритму который читает данный текст понять что в данной строке происходит объявление переменной а например вот здесь я использую ключевое слово и благодаря ему интерпретатор понимает что сейчас у меня будет условная конструкция ниже у меня есть ключевое слово else в дальнейшем мы с вами познакомимся и с другими ключевыми словами ключевые слова всегда пишутся определенным образом если мы напишем if большими буквами то интерпретатор не поймет что мы хотели использовать условную конструкцию теперь вернемся назад после ключевого слова лет мы пишем имя переменной обычно это слово состоящее из английских букв цифр и возможно знака подчеркивания подробнее о переменных мы будем говорить дальше после имени переменной у меня стоит оператор присваивания джаваскрипте знак равно означает не сравнение переменной и какого-то числа а именно запись значения стоящего справа от знака равно переменную стоящую слева представьте себе что переменная это коробка с названием и в эту коробку вы что-то кладете так вот когда вы ставите знак равно после имени переменной это означает что вы в коробку с названием amount кладете значение 18 дальше после оператора присваивания стоит число естественно здесь могло стоять любое число ну джаваскрипте кроме числовых значений есть и значения других типов мы познакомимся с ними позже так вот запись какого-то конкретного числа например 18 или 5 это числовой литерал литерал от английского слова literally буквально это буквальная запись какого-то конкретного значения так вот 18 это числовой литерал 7 это числовой литерал а вот например здесь надпись в кавычках это строковый литерал айф и нафман о том какие еще бывают литералы мы с вами поговорим позже и в конце нашей команды стоит . запятой . запятой позволяет интерпретатору javascript понять что на этом одна команда закончилась и в принципе сразу же вот здесь после точки запятой я могу написать уже другую команду но для того чтобы мне и другим программистам было удобнее читать этот код я пишу каждую команду на новой строке более подробно о стиле кода мы будем говорить в отдельном видео в принципе если вы придерживаетесь правила что только одна команда на одной строке то . запятой можно было бы не ставить javascript обычно понимает что если у вас закончилась строка то закончилась и команда но в некоторых очень редких случаях это может сработать неправильно поэтому я рекомендую вам всегда в конце каждой команды ставить . запятой чтобы избежать этих редких ошибок и так мы с вами разобрали первые две строки первой строке у меня написан комментарий во второй строке меня объявлена переменная абсолютно аналогично я создал и еще две переменные следующем видео мы обсудим оставшуюся часть нашей программы